Эверест Солнце слегка пригладит вершину мира Только пока нет ветра Она видна Сидя в своих закупленных квартирах Мы не поймем, что они среди нас Те, кто идут на бой и, возможно, гибель Каждый раз по весне их зовет ввысь Проклятый Эверест Этих скал сгибы Самые лавины ужас несут вниз Что же тогда в головах или нет? В душах Все они смельчаки или дураки? Жизни и смерти нет Есть его стужины и высота Боги берут кий И по каким-то правилам мироздания В пропасть сбивают каждого, кто устал Люди-охотники верят в свою удачу И начинают быстро считать до ста Но, надвигаясь, буря меняет планы И они заверзают И их нет Кто этой жаждой смерти Теперь ранен здесь На равнине жизни Лишь Эверест знает Когда срок Время менять жизнь Каравин, тросы Все, что вокруг нас Затоптать в снег Это опасно Пробка меня сходит Сзади идущий маленький человек Скажет Там не вода, а точит гор, камень Мы сейчас непростительно высоко Ты же, как я, считаешь их дураками Тех неуемных ветреных смельчаков Я завяжу страховки его узел Свой баллон кислородный ему отдам Мы, наконец, до неприличия сузим круг Чтобы было проще играть Богам Мой Эверест мрачен Жесток Грозен Важно суметь страху взглянуть в лицо Каждый наш путь наверх Через тернии к звездам Станет горой их рады И мертвецов Это стихотворение я на публику Не читал Оно называется Весна Но так как весен очень много Я его различаю как весна утюза Ты сидела задумчиво на скамейке утюза Беспардонные лучики пальто твое юзали На ткани белой, играя в классики С лебящей белкой скакали мастерски В стенях расчерченных ветвями вербы Сидели звери пушисто-серые На палантине в ажурной вязи лучи крутили Цветочную плазму В твоих глазах бездонно-синих Намного большее расположилось Ты улыбнулась Бутонно-маково Кусты деревья В листы захлопали И до улыбки Ничем на голые Вмиг нарядились Зеленым пригородом Дороги, не ведущие в тупик Соприкоснуться точками на миг Зажгется сердце лампочкой стовольтной Ее аж парит и неземной любовью Слова прольются, как с горы родник Как будто мира не было до них Но что предложат чувства ей сейчас Эмоции настойчиво бренчат Как детского каприза погремушка Какие ей богатства и дары Глаза сливого ягоды полны И щеки, словно сорванные груши И сердце стук закладывает уши Что невозможно даже говорить Идет она на ощупь, наугад И ощущает яблоневый сад И чувства тоже яблоневый сад И мир весь словно яблоневый сад Такое удивительное дело Май подступает горло, не вупрек Любовь пришла, упала поперек Всему еще совсем не вышел срок И начинает празднование смело Зима еще гуляет сквозь дворы Но сумрачные Питера дворы Сердечные извилисты дворы Окрасится подсветкой стовольтной И упадет Нижнейший пенопласт Напоминаю яблоневый спас И это чувство назовут любовь Ну и мы так быстро, быстро, плавно Переходим ко второй части И опять же продолжаем говорить О любви в творчестве поэта Потому что блок, собственно, это Крупнейший лирик Крупнейший поэт Символизма И, конечно же, это стихи о прекрасной даме Стихи о незнакомке Это Иршевист толпы И, наверное, Наталья Ковалевская у нас Начнет разговор А мне бы хотелось начать разговор о блоке С воспоминаний своих детских Как я познакомилась с блоком Значит, это была школа Ну там, в каком классе? В 8-9 проходит Серебряный век И мы как-то вот с учительницей литературы Оказались в такой волне Похожей приверженцев Поэтов Серебряного века Нашли общий язык И, в общем, как-то очень много Читали вместе блока Делали уроки Блоки И, значит, мне казалось на тот момент Что, да, это мой любимый поэт Ну, в Серебряном веке он, наверное, да И остался моим любимым поэтом Самое такое главное для меня Блоковское стихотворение Это девушка пела в церковном уборе Когда я его прочитала в детстве Испытала такое вот Очень острое ощущение Ну, такое впечатление Очень большое для меня произвело Это стихотворение Потом я его перечитывала Очень много раз В течение следующих лет Оно всегда звучало по-разному Но для меня как-то вот трогало Одни и те же струны души Вот, и мне бы, наверное, его сейчас Хотелось прочитать Девушка пела в церковном хоре О всех усталых в родном краю О всех кораблях, ушедших в море О всех забывших радость свою Так пел ее голос, летящий в купол И луч сиял на белом плече И кто-то из мрака смотрел и слушал Как белая платья пела в луче И всем казалось, что радость будет Что в тихой заводе все корабли Что на чужбине усталые люди Светлую жизнь себе обрели И голос был сладок И луч был тонок И только высоко У царских врат Причастный тайном Плакал ребенок О том, что никто не придет Назад Это стихотворение Блок написал Под впечатлением От событий Потопления корабля Поражения в русско-японской войне Близилось уже И в общем он В какой-то момент Стал В своем творчестве Переходить Такие Какие-то политические темы Но Вуалируя их Очень таким вот Мягким Такими метаморфозами С примесением Мистицизма Какого-то такого У него всегда Это все очень так легко Ну что еще можно сказать О Блоке Его главные циклы Стихотворения Это вот Стихи О прекрасной даме Когда Увлекшись Такой Идеей Женственности Да Вечной женственности Боготворения Женщины В поэзии Ну и вообще В искусстве Блок В общем-то Под впечатлением От любви К своей жене Да Любови Менделеевой Написал Этот цикл Стихотворений Стихи О прекрасной даме Потом Из таких вот Циклов Следующих Основательных Да Это цикл Город Там где он Уже Переходит Как раз таки Вот Таким Городской лирике Тоже достаточно Окутанной Таким Мистифицизмом И каждый Ленинградец Петербуржец Узнает В его стихах Все Наши дворы Улицы Фонари Фонари Аптеки Также он Значит Цикл Родина Да Если так Из городского Цикла В цикл Родину Переходить Там что Хотелось Сказать Он в общем-то Ставит Россию Да Как Вечно такие Борьба Противоположностей Что в общем Как бы Только Россия Он так считал Способна Совместить Несовместимое Это Некое Такое Да Соединение Азии Европы И В его Стихотворениях Это тоже В общем Прослеживалось Вот в этом цикле Есть у него цикл Кармен Да Вернемся к любви Все-таки Мы клирики У меня тоже Значит С этим Циклом И с одним Из Стихотворений Этого цикла Связаны Такие воспоминания Это уже было Ну тоже Еще Университетское время Мы уже С преподавателями В университете Обсуждали Блока И тоже Разыгрывали там Некоторые Его Стихотворения И мне Однажды досталось Ну в общем Я его выбрала Конечно Стихотворение Сама Мы Его читали На студенческих Там Таких Инсталляциях И потом Даже вот я На работе Один раз В костюме Кармен Читала его Оно Мне кажется Из цикла Кармен Вот это Которое Сейчас прочитаю Стихотворение Какое-то Самое яркое Самое Понятное Да Это история Любви Такой страстной Блока И оперной Дивы Которое В общем Вспыхнуло Так Мгновенно У него Да На ее спектакли Он даже Сначала Был с ней Незнаком И уже Предвосхищая Их роман Писал Этот цикл Кармен И в принципе Предсказал Что это будет Такой недолгий Но очень страстный Роман Сам в нем Потом задохнулся Кислорода Ему не хватило Такой большой Страсти И любви Вот И они в итоге Разошлись По разным сторонам Но это было И это чувствуется Очень В этих стихотворениях И вот цикл Кармен Одно из Стихотворений Нет Никогда моей И ты ничей Не будешь Так вот Что так Влекло Сквозь бездну Грустных лет Сквозь бездну Дней пустых Чье бремя Не избудешь Вот почему Я твой Поклонник И поэт Здесь Вечная печать Отверженности Женской Запрелись Дивную Постичь Ее нет сил Там Дикий сплав Миров Где часть Души Вселенской Мерцает Исходя Гармонии Светил Вот мой Восторг Мой взгляд В тот вечер В темном Зале Вот бедная Зачем Тревожусь За тебя Вот чьи глаза Меня так Странно провожали Еще не угадав Не зная Не любя Сама себе Закон Летишь Летишь ты Мимо К созвездиям Иным Не ведая Орбит И этот Мир Вокруг Лишь Красный Облак Дыма Где что-то Жжет Поет Мерцает И горит И в зале В его Твоя Привычна Младость Все Музыка И свет Нет Счастья Нет Измен Мелодии Одной Звучат Печаль И радость Но я люблю тебя Я сам такой Кармен Меня восхищает В биографии Блока Вообще В принципе Петербург Меня восхищает Тем Что мы Ходим по тени Места Где ходили Великие люди Блок Очень любил гулять Он гулял Чуть ли не От озеркова До центра Мы в принципе Можем попадать Вслед Вслед За Александром Александрович Мы например Выступали В его Квартире На Декабристов 47 Я не помню Точный адрес Можно уточнить Его Музей Квартира Несколько раз Нам так полезло Что мы там Делали какие-то проекты Это то ли Ночь музеев То ли какие-то И выступать В таком месте Собственно Со своими стихами Это конечно И он и сестра Вы там делали Да Там Конжиков Это наш тоже Петербургский поэт Разработал Какую-то Поэтическую Таблицу На основе Менделеевской Это было Что-то такое Неимоверное В духе Виктора Это было Совершенно здорово И конечно же В музее Блока Проводят Читаем Блока Это Конкурсы Для детей Вот Я так плавно Подвожу к тому К детской поэзии Собственно Это конкурс В основном Для детей И юношества Они проводят Уже Несколько лет Два года По-моему Мне повезло Там быть В жюри И собственно Репертуар Блока Я Куда бедный Изучил В чем Совершенно Не утруждая Себя чтением Это Детишки Приходили Читали Мне Я уже Восхищался Этими чтениями Конечно же Стихи Блока Нельзя назвать Какие-то Детские То что Мы сейчас Понимаем Под Детской поэзией Которая Есть сейчас Это все-таки Наверное Такие Условно Детские Стихи И самое Интересное Что Выбор Иногда Вот такая Медузга Читает Например Скипл Это Ну И причем Настолько Этим Тонировано Настолько Классно Читает Это Просто Потрясающе Это Неимоверно Ну и соответственно Читает Вот Что-то То что Считается Детской Пареткой Я думаю Что есть издания Специальные Издания Я видел Просто Где собраны Более-менее Поэзия Для детей Александра Блока Вот Например Вот Ворона На крыше Покатой Так Зимы И осталась Лохматой А уж В воздухе Вешние Звоны Даже Дух Занялся У Вороны Друг Запрыгла Вдол Глупым Скоком Вниз На землю Глядит Она Боком Что белеет Под нежной Травкой О Желтеет Под серую Лавкой Прошлогодние Мокрые Стружки Это все Вороны Игрушки И уж Как-то Ворона Довольна Что весна И дышать Ей Привольно Что-то У меня Обороны Весна Они Тебя Находят Сами Вот Какие Стихи Блока Именно Считается Как Детская Поэзия Хотя Наверное Это Всевозрастная Поэзия Тата Куприка Я бы хотела Продолжить Андрея И сказать Ну просто Историю Когда мы готовились К данному мероприятию И Андрей написал Что он будет рассказывать Про детские стихи Блока И подумала Так Детские стихи Не встречала И мы Шли с дочкой По улице И вы не поверите Выкинули Кто-то Книжки Детской Литературы И лежит Блок И написано Зайчик У меня даже Фотография И вот Мы забрали Домой И я думаю Ну вот Вселенная Просто Сама дает нам Руки И это я хотела Дуже подтвердить Пастерна Когда-то писала В блоке Такие четверостиши Посвященные ему Он Ветрен Как ветер Как ветер Шумевший В имени В дни Как там еще Филь Как полетер Скакал В голове Шестерни И еще Проложение Через несколько Четверостиши Тот ветер Повсюду Он дома В деревьях В деревне В дожде В поэзии Третьего дома В двенадцати Смерти Везде Это говорит о том Что вот Вокум Просто пропитанный Петербург И атмосферой Город Он жив И я бы хотела Прочитать Стихотворение Известное Всем По вечерам Над ресторанами Горячий воздух Дико глух И правит Окриками Пьяными Весенний Тлетворный Дух В долине Над пылью Переулочной Над скукой Загородных Дач Чуть золотится Крендель Булочный И раздается Детский Плач И каждый вечер За шлагбаумом Заламывая котелки Среди канав Гуляют с дамами Испытанные Остряки Над озером Скрипят Уключены И раздается Женский Виск А в небе Ко всему Приученный Бессмысленно Кривится Диск И каждый вечер Друг единственный В моем стакане Отражен И влагой Терпской И таинственной Как я Смиренно Оглушен А рядом У соседних Столиков Лакеи Сонные Торчат И пьяницы С глазами Кроликов Инвиновериты Скричат И каждый вечер В час назначенный Или это только Снится мне Девичий стан Шелками схваченный В туманном Движется окне И медленно Пройдя Меж пьяными Всегда Без спутника Она Дыша Духами И туманами Она садится У окна И веет Древними поверьями Ее упругие Шелка И шляпа С траурными Перьями И в кольцах Узкая рука И странной Близостью Закованный Смотрю За темную Вуаль И вижу Берег Очарован И очарованную Даль Глухие Тайны Мне поручены Мне чье-то Солнце Вручено И всей Души Моей Излучены Пронзило Терпкое Вино И перья Страуса Склоненные В моем Качаются Мозгу И очи Синие Бездомные Цветут На дальнем Берегу В моей Душе Живет Сокровище И ключ Поручен Только мне Ты права Пьяное Чудовище Я знаю Истинно В длине Спасибо Я сейчас Хочу бы предоставить Слово сотруднику Библиотеки Соколовой Наталье Которая Расскажет А книга Которая есть В библиотеке Кировских островов Брализ sight Родился В высококультурной Семья 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 Кирова Это Варшавского университета Мать была дочерью ректора Санкт-Петербургского университета Андрея Бекетова, известного русского ботаника. И бабушка Блока Елизавета Григорьевна Бекетова, мать поэта Александра Андреевна и две ее сестры, то есть тетки Блока, они все занимались переводами. Они обрадали писательским талантом и имели непосредственное отношение к сатурнам круга. Особой популярностью пользовались переводы бабушки Блока Елизаветы Григорьевны. Они и сейчас пользуются большой актуальностью. Переводила она Гоффмана, Диккенса, Твайтера Скотта. А вот тетка Блока, Мария Андреевна Бекетова, ее самая главная работа это Блоковские книги. То есть она занималась биографией ее племянника. В 1922 году была издана ее книга Александр Блок «Библиографический очерк». Он воспринимался как ценнейший источник сведений для изучения жизни и творчества Александра Блока. И плюс в 1925 году вышла ее вторая книга. Называлась она «Александр Блок и его мать. Воспоминания и заметки». В общем-то вот именно эти две книги являются очень такими важными источниками, первыми источниками для дальнейшего, для исследователей поэзии Блока. А вообще о переводах. В общем, у него в семье очень многие занимались переводами и Блок тоже переводил поэзию. И как раз-таки в первых двух томах содержатся переводы Блока «Искорации» Байрона, переводы Хейме, переводы армянского поэта Альтика Исаакяна. Эти переводы считаются лучшими. И переводы финских поэтов, финской поэзии. Дальше идем. Блок выступал не только как поэт, но и как писатель-драматор. Третий том содержит драматические произведения поэта, писателя. «Полаганчик», «Король на площади», «Незнакомка», «Роза и крест» и другие произведения. По его драматическим произведениям ставились театральные постановки как в Европе, так и в России, так и в Европе. Четвертый том содержит издранные литературно-критические и публицистические очерки, статьи и речи Блока. Пятый том автобиографии мемуара, а шестой письма Блока, которые также помогают понять самого поэта и то время, в которое он жил. Дальше в отделе искусства представлен сборник статей и высказанных Блока, посвященных именно искусству. Здесь речи Блока о, например, назначении поэта, о реалиста, о современном состоянии русского символизма, о романтизме, о его переписках с поэтами и другими деятелями искусства. Конечно же, сборники стихов Блока, лирика, избранные произведения, стихотворения и поэмы поэта и сборник «Девушка пела в церковном хоре». Книга посвящена роли музыки в творчестве поэта. Вообще Блока называли гениальным музыкантом-поэтом. И многие свои произведения Блок давал им музыкальные названия. И к его творчеству часто обращались музыканты и композиторы. Уже при жизни Блока начали появляться музыкальные произведения. Написаны на его стихи романсы, театральная музыка, инструментальные сочинения. Здесь для музыкантов будет также интересна нотография. Дальше. Две больших книги литературного наследства. Александр Блок «Новые материалы и исследования». Эти две книги содержат статьи различных авторов, посвященные биографии и творчеству поэта, а также не опубликованные письма поэта. Статья написана на очень интересной, незаурядной теме. Например, рассказывается о том, что Блок начал писать в очень раннем возрасте стихи. В пять лет было написано первое стихотворение. В возрасте 14-16 лет, как уже говорилось, Блок начал издавать зеркописный ежемесячный журнал под названием «Бесник». В него входили произведения самого Блока и также его родные. Вот эти детские произведения Блока и также его рисунки, его произведения можно найти в этих книгах. «Серия Жизелл» — это книга Владимира Новикова, филолога, прозаика, рассказывает о биографии, о творчестве поэта. Филолог рассказывает о богенной жизни Блока, о его непростых отношениях с его женой Любовью Меделеевой, о так же непростых отношениях с Андреем Белым, о отношении Блока к советской власти, отношении советской власти к Блоку. Книга очень интересная, очень рекомендую. Дальше. Сарычев Александр Блок «Творчество жизни». Это серьезное исследование, монография, исследование творчества Блока, религиозных, философско-эстетических, художественных аспектов творчества Блока в контексте эпохи, на рубеже 19-20-х веков. Дальше. Очень любопытная книга. Елизавета Кусмина-Караваева и Александр Блок. Вообще-то, в ней поэзия именно Елизавета Кусмина-Караваева. Но здесь, по метке Блока, вообще-то, есть очень интересная история. Первая встреча Елизавета Кусмина-Караваева с Блоком произошла в 1908 году. Блок встречал юную петербургскую геназистку, тогда еще Елизавету Киренко, впоследствии старшую поэтессу Серебряного века. Этой встрече посвящено наше стихотворение Блока, начинающееся «Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая». Они очень много общались. Блок очень повлиял на жизнь, на творчество Елизаветы Кусмина-Караваевой. Она отсылала ему свои стихи на редактирование. И вот, как вы видите, действительно здесь есть эта меточка Блока. Книга содержит воспоминания Елизаветы Кусмина-Караваевой о Блоке и ее письма Блоку. Но о ее судьбе она, в отличие от Блока, не приняла революцию, уехала в Европу, подняла там постриг, стала матерью Марией. Во время Второй мировой войны участвовала в антифашистском союзе и погибла в констатах. Интересная книга, очень саперта. Она вошла в газовую камеру вместо женщины, в которой будет трое детей, чтобы ее спасти. Да, и сейчас она причислена к роде Восемьев. Дальше. Николай Крещук, разговор о Блоке. Книга была написана еще в советское время. Очень страдала из-за советской цензуры, но, тем не менее, она пересдавалась несколько раз. И для многих читателей стала такой настольный по реографии, по Творскому Блоку. Дальше идем. Евгения Иванова, Александр Блок. Последние годы жизни. Книга посвящена после революционной жизни поэта. В этот период как раз была написана знаменитая поэма «Нация», знаменитая стихотворение Скифа. Советские ученые, так как уже говорилось, Советские ученые утверждали, что Блок с радостью принял социалистическое... Включился в строительство социалистической культуры. Так ли это было на самом деле? И что пришлось Блоку отдать за вот это все, да? За свое участие, включение в эту культуру социалистическую? Автор пытается ответить на эти вопросы, и не только на эти вопросы. Евгения Иванова изучает птического поэта, погружается в его необычный духовный мир, питающий его поэтию. И последняя книга, о которой я хочу рассказать, это книга Дмитрия Быкова. Называется она «Время подвесенний. 1900 год-1950 год». Эта книга – часть двухтомника, посвященная русской литературе XX века. Каждая глава этой книги посвящена отдельному писателю, отдельному его произведению. Так, например, Катур Убеков считает самый значимый за определенный год. Например, 1904 год. Антон Чехов «Вишневый сад». Якобы это вот лучшее произведение именно этого года. 1905 год, Александр Куплин «Поединок». И так далее. А 1911 год, Быков называет этот год, вернее, сборник, стихотворный сборник «Ночные часы» Александра Блока самым лучшим именно вот за этот год, за 1911 год. Быков разбирает стихотворение этого сборника и рассуждает о мире Блока. Ну и, наверное, мы, собственно, переходим к третьей части, очень-очень плавной. Да, мы решили, значит, собственно, ознакомить в третьей части с гостями лиц салона. Вот. А так как, собственно, современных поэтов знают немного, поэтому мы начинаем с самих себя. В прошлый раз представляли меня, а в этот раз несколько вопросов Натальи Ковалевской. Когда ты начала писать стихи? В пять лет, да? В шесть. Ну, да. Да, первое стихотворение было написано в шесть лет. Я диктовала маме, потому что раньше в шесть лет еще не умели писать дети. Это сейчас мои дети в четыре года уже писали, да. А я пришла в школу в семью и только меня учили писать в прописи. Поэтому первое стихотворение я надиктовала маме, и она печатными буквами написала в блокнот для того, чтобы я могла потом его читать сама. Оно было коротенькое. Я его даже сейчас помню. Ой, расскажи. Я шел, в лесу увидел красивенький цветок. Хотел сорвать я маме синий хохолок. Он очень удивил и очень удивился, когда цветок вспорхнул, и я расхохотался, с облегчением вздохнул. Мама мне, в общем-то, давала просто читать сборники стихотворения разные, и я вот стала выписывать те стихотворения, когда уже наконец-то научилась писать. Я выписывала те стихотворения, которые мне нравились, училась внизусть. И уже в более таких средних классах школы стала писать всякие шуточные эпиграммы для одноклассников, учтений. Переделывали всякие там для спектаклей чужие стихи, песни. Ну и в общем-то, как-то складывалось мое такое постепенное течение. То есть ты вот не прекращала, начала в 6 лет писать, и все, больше не останавливалась. Ну, в общем, да, не останавливалась, но были перерывы на сон. Ну, на еду. На еду. Да, но нет, были достаточно такие длительные перерывы, когда... Я бы хотела спросить, наверное, раз мы начали сначала творческого опыта Наташа, я бы хотела спросить, что ты посоветовала начинающему поэту? Какой ты давала ему совет? Вот мне, Мы ждем. Начинающему поэту... Ну, в 6 лет начинающему эфир, по скобке или в 56. Только понял, что он может складывать слова по что-то большее. Чехов в каком-то произведении написал таким образом, что как только ребенок родился, надо дать ему отдохнуть, а потом выбрать. И говорила, не пиши, не пиши, не пиши. Ну, наверное, я бы советую побольше почитать. побольше почитать блог. И вообще литературу, не обязательно поэзии, потому что, когда читаешь очень много поэзии подряд, это сложно достаточно. вот так дозированно попробовать познакомиться постепенно с нашими веками поэтическими, начиная от истоков и заканчивая современной поэзией. Обязательно. Ну, а таких вот точных советов я не знаю, на самом деле, чтобы я такое четкое посоветовала. Да, потому что у всех свой путь, как говорится. Скажи, пожалуйста, сейчас происходят всякие споры, раздоры, ты поэт или ты поэтесс? На самом деле, для меня не важно, как меня называют, да, потому что я не зацикливаюсь на каких-то близнуков. Бабушка говорила, говорит, хоть в печку ставь, хоть горшком назовите, в печку не ставь. А кто твой любимый поэт на сегодняшний день? А вот не скажу, не скажу, потому что их много, нет, вообще, в принципе, в каждом из веков золотых серебряных А вот из 19 века, если, например. Братынский. А, спасибо. А, это, наверное, будет не вопрос, а прочитать свое последнее стихотворение? На ее волосах я пока читаю с телефона, потому что я его еще не буду. На ее волосах заискрылся снег. Он идет и завидует сам себе. Он идет к ней навстречу, идет во сне. Этот шаг даже больше похож на бег. Солнце ляжет на ветви и на ладонь. Солнце светит, как будто в последний раз. Эта встреча должна была стать судьбой, но повисла во времени со вчера. Все исчезло. Пространство, земля и свет. Он касается нежно ее лица. Эта вспышка на сердце и в голове, если смысл очевидно отрицать. Концентрация боли прожитых лет трансформирует всплеск неизвестных нот в нестерпимое счастье и в том числе мимолетное. Каждый из них не ждет ничего от последующих веков. Они знают, что встретятся каждый раз. Удержаться сложнее найтись легко. Среди сотен пространств и былых утрат он прижмет ее крепко к своей груди. Она скажет ему, что жила во тьме и куда им от этого уходить? Что останется горькой любви взамен? Ощущение теплых знакомых рук? Или взгляд все желающий рассказать? И на миг остановится все вокруг, если в небо ночное поднять глаза. Белый снег будет падать на них в тиши и искриться в струящихся волосах. Началась и закончилась снова жизнь, между ними не думая угасать. Баллада о Драколе. Баллада. Все серьезно. Все серьезно. В корзине мусор, банка Кока-Колы, по стенам разных папок хоровод. На полке, где хранятся Драколы, вчера недосчитались одного. Горе какой. Такой обычный офис на обводном, но к Драколу это не пришлешь. Он мог бы быть, конечно, где угодно. И что угодно мог пускать под нож натруженные крепкие пружины и этот ядовитый красный цвет. Такую службу некогда служили, что на лицо карьера, кабинет. Но Дракол никак не мог смириться, что делал дыры в тысячах бумаг. Он думал, что он тратит их частицы, крадет, терзает, сводит всех с ума. Со временем сомнения только крепли и обрели вполне реальный вес. Другое дело, скрепки или степлер, суббот созидательный процесс. И был обед. И он смотрел печально в огромное открытое окно. На доме рядом очень много чая. Они покрыли крышу полотном таким же белым, как листок бумаги. И Дракол, считая этажи, летит на них. Так, без большой отваги, решив внезапно, что не должен жить. И чайки разлетаются так скоро, как белые кружочки конфетти. Такие же внутри у Дракола лежат, сейчас появятся в сети и видео, и фото, и драмы, а на асфальте красные следы, разбитый корпус, вмятины, как раны и конфетти от сделанных им дыр. Работник тыла после перекура сгребет в карман с асфальта просто горсть пружин каких-то винтиков фигурных, а завтра с фото сделают репост, мол, осторожно, нас чуть не прибило, какой-то дурец бросил Дракол, теперь он сломан, тихо, и уныло, там диалог завяжется легко, но только ведь отверстие, не раны, герой наш пробивал так много лет. О, как печально, да чего же странно, трагически закончился сюжет, лежит в корзине с банкой Кока-Колы, а дальше только мусоропровод на полке, где хранятся Драколы, вчера не досчитались одного. Это дождь, и сегодня город в его плену, а январь до конца рождественских дотянул, он спустился на самую страшную глубину и хранит молчание, ни на Яндексе, ни на Гугле погоды нет, свет включен, только эти головы в полусне, и куда подевали, скажи, этот чертов снег от земель печально, так, на помойках коробок праздничных мишура, льдинки в парке на кое в пенале еще вчера, а зима неизвестная снова зовет играть, как всегда на вылет, и никем не исхожены тропы ее пути, это новый большой этап и императив, сказка, ту, что на книжной полке нам не спасти от веков и пыли, только мы ведь живем мгновение здесь, сейчас, время даже не тюль, драпируемая парча, как всегда с понедельника легче всего начать жизнь, любовь, диету, и останется только мокрый раскрытый зонт, и глаза, что слегка подкрашены бирюзой, говорят, что захочешь, сбудется на озон, современный, трамвай занесем ветром, а снега опять нету, а снег забрел не туда, и с неба вода, вода, кругом все так пресно, пресно, ни мысли свежей, ни песни, на дно погрузились планы, а я не умею плавать, вожатый, свежитесь с небом, спросите, что там со снегом, а также с моей звездой, я вам был ответ не святой, трамвай же не ноев ковчег, и едет в парк на ночлег, ну ладно, пускай не ноев, я больше уже не ною, я молча впадаю в сны, а снег подождет до весны, казалось выгляну в окно и лик любимой Петроградки и облаков летучих грядки и дождь проросшее зерно и я спешу туда, туда пощеголять в потоках серы и мне навстречу леди, сэры а не чухонская орда и зонтик под которым мы привычно скроемся при встрече сплетая части тел и речи как будто вышел из тюрьмы и город мне забудь свой страх ты не о том ли пел на кухне так близко небо но не рухнет с афлантами продлен контракт и страх исчезнет и душа вдруг обнаружит что свободно казалось бы рукою потную берусь за штору чуть дыша но я в Саратове кажись смеясь отдергиваю руку друг мой еще потерпим скулу еще денек неделю жизни стихов о зонтиках немного вот о дождях не сосчитать я с дождем шагаю в ногу шикарный зонт забыл достать закроет он меня от неба которым я сейчас дышу но чтобы зонт в обиде не был о нем стихи распахнут В движении очень грубым он напоминает устройство от дождя, нарисованным Петербургом. Задить сентябрь, очередная попытка выжить, Смотреть, как осень впиваться будет дождями в крыше. Темнеет рано, светает поздно, болит сильнее. Простую радость надежды примешь за панацею, За словопадом, за листопадом укрыться проще. Ты ничего о себе не знаешь, ты переводчик, И скажешь слово, а выйдет только абракадабра. Язык не ноша, язык как ножпа, как рыбьи жабры. Такая осень, тетрадь в клетку, слова в копилку, Дойти до школы, дойти до ручки, а там разбилка. А дальше будет удачный выбор, лоток свободы, Задить сентябрь и продолжает свою работу. И еще одно. И осенью, не выдержав надрыв, Взбираясь в отъезжающий троллейбус, Оставлю пожелтевшими дворы, В которых я никогда не отогреюсь. Кондуктор с беспокойством на лице Сойдет за предводителя скитальцев, Троллейбус застревает на кольце, Кольцо блеснет на обручальном пальце. К чему тепло, когда обручены? Обречены на холод, только вряд ли, Наивны будем так же и честны, Как от дождя оставлены капли гель. Я сижу под деревом, под зонтиком, На детской площадке. Мою качельку не намочила дождиком, Я ее с первыми каплями занял. Мои чувства голые, Носятся по лесенкам, Перерывают песочек, Но и хлупят каплями-розгами. Но им приятно, не больно. Взрослый дядька играет, Детство заметит насупленная старушка. Отвечу улыбкой многомерной, А я не играю. Детство — это не игрушка. Тише! Заработал счетчик Гейгера. Вспышки вдруг какие-то везде. Значит, речь пойдет о Швенценеггере. В фильме «Терминатор» — «Судный день». Вечная безудержная классика Золотых страниц боевиков. Это в девяностых было праздником, И смотрелось сказочно легко. В школе все — и мальчики, и девочки — Грезили о том, чтобы в пути Добрый терминатор в черной маечке Их на мотоцикле прокатил. В тот момент ни асам, ни любителям Перспективы были неясны. Шварц казался истинным спасителем Нашей неродившейся страны. Кинчев, Кашпировский, Югустурица, Бабушки и их волокардин, Рыбки и ларьки росли на улицах, Пили инженеры и вожди. Это вам не слюни, конан-варбара. Армия здесь брутален и жесток. На просторах вечной Санта-варбары, Жизни освежающей глоток. На экранах разных телевизоров, На пакетах и календарях Судный день заманивал сюрпризами. I'll be back, красиво говоря. Был ли в это время напряженная В киносферу явный перегиб? Виделись друзьями Сары с Джонами, Жидким терминатором враги. Что теперь за робот в ромбе с кратери? Новый, современный, легкий сплав. Это была эра терминатора, Та, что безвозвратно отошла. Это сводки из Дубового района. Здесь никак не обойтись без детектива. По горячим бы следам послать погоню, Может, Шерлок бы увидел перспективу. И нашел бы и улики, и причину, Обнаружил с удовольствием пропажу. Жертва место преступления покинув Оставляет только шляпку. Думать страшно, что могло случиться С желудим соседом. Вечерами мы смотрели на закат, Он любил литературные беседы, От природы был немного глуховатым. Наше дерево в лесочке на окраине, Например, на берегу Летюшки Волхов. Здесь ветра бывают жесткие, коварные, Но живется относительно неплохо. Не похоже это на самоубийство, Может, дрогнули у дерева суставы, Пролетая, может, выпивала птица, Ощущая себя жутко виноватым. Желудь вниз летит, взблывает к древесине, Проклиная, на чем свет стоит от страха, И дорога до земли казалась длинной. Он поверил и в Иисуса, и в Аллаха, Но для детской аппликации на завтра Из него придется сделать олененка. Может, это способ реализоваться, И немного, но порадовать ребенка. Золотые текут столетия, Сказок, праведных на Руси. Кто такие же гуси-лебеди, Друг однажды меня спросил. Наши сказки ведь тем и славятся, В них словами язык богат. Если девушка, то красавица, Если бабушка, то яга. Гуси-птицы всегда домашние, С давних пор, испокон веков, Это символ Руси, Такой же, как песни девушек с рекой. В каждом слове, что знак читателю, Все, от облака до листа. Так вот, что лебедей касательно? Эта птица не так проста. В ней таится загадка, истина, В ней романтика, волшебство. В сказках лебедь красы неистовый, Не боящийся ничего. Гусь гогочит, ищемлет ветки там. Он являет обычный мир. Это явь, нареченная предками, Что у каждого за дверьми. Лебедь видится наваждением. По ту сторону эта навь навевает мечты И тени нам из закрытого мира сна. Гуси-лебеди — это жители Одновременно двух миров. Гуси — яви, простой обители. Ну, а лебеди — нави, снов. Сказка ложь, мишура рекламная. Важно, что ты за ней прочел. Междустрочное пропослание. И это будет твоим ключом. Волшебство не обучено. Учиться поздно. Но надежда стоит за сестру стеной. Я смотрю в воду карповки, Вижу звезды. И шепчу, пожалуйста, будь со мной. Но не слышит никто, Только смотрят утки Строго, словно швейцарных мельных гуляк. Я растерянно шарю в кармалах куртки. Нет, на лапу не дам. Помогите так. Утки крякнут с досаду И сгинут в речку. Не помогут, конечно, ни рыбка чай, Не вернут любимого человечка Ни к восходу солнца, ни сей же час. Ну, кого еще просить? Ну, кого еще попросить? Кто сможет? Я кричу с тоской на своя круги. Ветер в чувства привел, Залепив по роже. Вот тебе ощущение ее руки. Говорю, спасибо, что вправил душу. Не просить о чуде, А жить и ждать. И гуляя уткам, носить покушать, Чтобы весть по осени передать. А что делают папа и мама, Когда я ухожу погулять? Да они, я чвернув свои тапки, Начинают как черти скакать. Папа, быстро включая мой чашки, Взял мой лук, расстрелял неваляшку. Мама просит посуду удачно грещить, Вверх и тормачи скачет. Папа, влезший на шведскую стенку, На турник перепрыгнул, как белка. Песни детские в маркетафон Мама ставит, пахтит, словно слон. На компьютере ставится еда, Выбивается пепси два литра, Достается конфеты, И тут руками пихается в рак. А потом, оттаскавши кота, Они ждут, ковыряя в носу. Я вернулся, покой, чистота, Как успели убрать, не поймут. Без карты, без проводника Мы ищем майского жука В ярчайшем изумруде. Вот изумленные глаза, В них разгорается азарт, Пусть поиск будет труден, Пусть нам в апрельской суете Все спешить, приятнее за тем, Что времени невластно. Взлетает шумно стрекоза, Мы поднимаем вверх глаза, Где солнце светит ясно. Ее мы тоже захотим поймать, Чтоб спрятать в заперти, Покрепче сжать в ладонях. Но это только мысли вслух, И стрекоза летит от двух создателей погони. И где-то поперек весны К нам сладкие приходят сны. Мы там в погоне вечной Находим майского жука, Цветные, трогаем в бокам. Наступает вечер. Вырастаю из черного солнца брусчатки, Мне в висок Аполлон на квадриде мчится, Над теменем тучи полощется, С тягами розовой стряхивая керамзит. Я присматриваюсь к шару земли Зингера, Там такой полыхает пожар, Что адмиралтейство вытянуло рапиру, Шашлыки корабля жарят. Я такой же, как базальт под ногами, Черные, угловатые, И только блики в глазах играют От сердца миллионоватного. Где ты, моя фехтовальщица? Ты протянись клинком, Слышишь, как небо в груди Клацает огненно? Пусть яблоня в саду, как херувим, Не прижилась, которую растили, Жизнь навсегда одних, лишая силы, Обязана отдать ее другим. И я расту за яблоню в саду, Для жизни подобрав другое поле, Мои мечты скрипят на антресолях, Мне каждый день хождения по льду. Пусть ветер мысли путает назло, Вокруг бушует будни и непогода. Я приживаюсь с каждым Новым годом, Пускаю корни, Словно повезло, что отведут Сомнения и беду родители, Совсем как садоводы. И я хочу приехать к ним в субботу, На день, на два часа, на пять минут. Когда в моем саду тоска будит, Снег осыпает траурные крыши, Я знаю, что могу им позвонить, Они на том конце меня услышат, И папа будет звать меня домой, Смотреть, как много навалило снегу. Я рада, когда дом звенит от смеха, И я хочу приехать, Но травой усажена вокруг меня земля, И я должна, не нарушая правил, Работать над собой, Учиться ладить, не враждовать, А отдавать любя. Пока горит свет путевой звезды, Быть птицей в нескончаемом полете, Мне важно знать, что вы безумно ждете, Когда ночное приносить плоды. Браво! Наверное, мы, наверное, Заканчиваем сегодняшний литературный салон. Спасибо вам большое! Спасибо вам огромное! За ваши улыбки, за ваши ясные глаза! А с вами будет Наталья Ковалевская, Это от Акуплейка, Амбрия Ковалевская. До новых встреч! 26 марта мы ждем вас снова, Мы снова будем читать стихи, И вы с нами будете читать стихи, И мы выберем кого-нибудь из авторов, Очень интересных, как обычно, Как Блок, например, Или как Саша Черный, Да, обязательно кого-нибудь нового, И что-нибудь о нем расскажем. Спасибо огромное! Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо!